Техническое описание кода неисправности OBD2, цепь датчика уровня масла в двигателе низкая, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который применяется ко многим автомобилям OBD2 с 1996 года выпуска, это может включать, но не ограничивается, автомобилями Honda, Acura, Volvo, Fiat, Kia и т.д. Хотя общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии, код неисправности OBD2 P250S и соответствующие коды P250E, P250B, P250D, P250E и P250F связаны с цепью датчика уровня моторного масла, этот контур также известен как контур безопасности уровня масла. Целью цепи датчика уровня моторного масла является контроль уровня моторного масла и давление масла, чтобы гарантировать, что внутренние компоненты двигателя получают необходимое количество смазки, датчик уровня моторного масла в большинстве случаев устанавливается на масляный поддон двигателя или внутреннего, и точное местоположение зависит от конкретного автомобиля. Этот процесс включает в себя различные компоненты, которые необходимо выполнить в зависимости от конфигурации системы подачи масла. Когда PSM обнаруживает ненормально низкое напряжение или сопротивление в цепи датчика уровня масла в двигателе, устанавливается код P250S и загорается контрольная лампочка двигателя. Вскоре загорается сервисный двигатель или могут загореться оба, в некоторых случаях PSM может выключить двигатель для предотвращения повреждения внутренних компонентов двигателя, датчик уровня масла. Какова серьезность этого кода неисправности? Серьезность этого кода серьезна и требует немедленного внимания, недостаточная смазка или давление масла могут привести к очень быстрому повреждению внутренних компонентов двигателя. Каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P250S могут включать, двигатель может не запуститься, показатель низкого давления масла, сервисный двигатель скоро загорится, проверьте, горит ли лампа двигателя, каковы некоторые из распространенных причин кода? Причинами этого кода P250S могут быть, неисправный датчик уровня масла, загрязнен или забит датчик давления масла, низкий уровень моторного масла, слишком высокий уровень моторного масла, неисправная или поврежденная проводка, разъеденный, поврежденный или ослабленный разъем, дефектный предохранитель или предохранительная вставка, если применимо, дефектный ПКМ, какие шаги по устранению неполадок P250S? Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование бюллетеней технической поддержки TSB для конкретного транспортного средства по годам, модели и силовой установки В некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, если направить вас в правильном направлении Вторым шагом является проверка состояния моторного масла и подтверждение его обслуживания на соответствующем уровне Затем найдите все компоненты, связанные с цепью датчика уровня масла в двигателе, и найдите очевидные физические повреждения В зависимости от конкретного автомобиля эта схема может включать несколько компонентов, включая датчик давления масла, переключатели, индикаторы неисправности, датчик давления масла и PSM Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как соскоб, протирка, оголенные провода или пятна ожогов Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и поврежденных контактов Этот процесс должен включать все разъемы проводки и соединения со всеми компонентами, включая PSM, проконсультируйтесь со специальными техническими данными для автомобиля, чтобы проверить конфигурацию цепи безопасности уровня масла и посмотреть, есть ли в цепи предохранитель или предохранитель Продвинутые шаги Продвинутые шаги становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точной работы, для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические характеристики для автомобиля В этой ситуации датчик давления масла может облегчить процесс устранения неисправностей, напряжение проверка Опорные напряжения и допустимые диапазоны могут варьироваться в зависимости от конкретного транспортного средства и конфигурации схемы Конкретные технические данные будут включать в себя таблицу устранения неполадок и соответствующую последовательность действий, помогая вам поставить точный диагноз Если этот процесс идентифицирует отсутствие источника питания или заземления, проверка целостности может потребоваться для проверки целостности проводки, разъемов и других компонентов Тесты непрерывности всегда должны выполняться при отключенном питании от цепи, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 омов Сопротивление, сопротивление или отсутствие непрерывности является признаком неисправной проводки, которая открыта или замкнута и должна быть отремонтирована или заменена Проверка непрерывности от РСМ до рамы подтвердит уровень исправности заземляющих и заземляющих проводов, наличие сопротивления является признаком слабого соединения или возможной коррозии, каковы некоторые общие исправления для этого кода Замена или очистка датчика уровня масла в двигателе, замена масла и фильтра, очистка от коррозии разъемов Ремонт или замена неисправной проводки замена перегоревшего предохранителя или предохранительной перемычки, если применимо, ремонт или замена неисправных заземлителей, перепрошивка или замена ПСМ Распространенная ошибка замена датчика уровня масла в двигателе, когда неисправная проводка или соединение вызывают установку этого кода ПСМ Надеемся, что информация в этой статье была полезна, чтобы указать вам правильное направление, чтобы исправить проблему с кодом неисправности цепи датчика уровня масла в двигателе Эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет